Здравствуйте, уважаемые друзья, с вами Игорь Елдашев. Мы ведем прямой видеорепортаж с промышленной газовой площадки 6-го газового форума международного. Сегодня мы ведем репортаж с крупного завода, российского это завод «Гусар». Мы уже публиковали интервью с представителями, о новинках рассказывали, но сегодня вот с генеральным директором мы пообщаемся с Березким Александром Сальевичем, который расскажет более подробно о последних тенденциях новинок. Я еще вставлю немножко, мы часто публикуем новости этого завода. Одна из последних новостей это было строительство литейного предприятия. Более подробно официально вы сейчас можете увидеть в этом интервью, что происходит на предприятии, какие новинки сегодня представлены в рамках газового форума. Здравствуйте, Александр Александрович, очень рады вас приветствовать. Ну, собственно говоря, вам слово. Хотелось бы услышать больше о представленных образцах трубопроводной арматуры вашего предприятия. К сожалению, выставка, скажем, такая очень насыщенная по площадям, дефицит площадей, поэтому нам выделили всего 25 метров и сказали, что больше 6 изделий не ставить. Поэтому мы привезли всего 6 изделий. Это вот слева здесь стоит арматура для криогеники, обратный клапан, задвижка для криогеники и регулирующий клапан. Больше мы не смогли ничего выставить, но это пока опытные образцы, которым предстоят испытания. Это делается все по программе импортозамещения. Это продукции, аналогичные производителям Японии, США, Канады, Германии. То есть вот такие заменяем страны. Вот, естественно, для того, чтобы в массовом количестве производить, мы приняли решение, это давнишняя мечта наша была, которая сейчас реализуется, это строительство литейного завода для производства спецстали. Если вот эти изделия на минус 196 градусов предназначены, то в перспективе мы хотим создать металл, который будет работать при минус 269 градусах. То есть практически абсолютный ноль. Ну, естественно, спецстали нержавеющие, для агрессивных сред. Значит, что будет оставаться от этих мощностей, будем нагружать обычными металлами. Но дальше зависеть, значит, особенно в условиях импортозамещения, зависеть от поставщиков литья, сторонних, скажем так, нам, честно говоря, уже надоело. Поэтому мы решили эту мечту реализовать. Пусть что-то хорошо сделать, сделай это сам, наверное, в этот принцип. Да, это не мы придумали. Тем более, что мы всегда рассуждаем так. Кроме нас, высочайшее качество литья, оно нужно только нам, больше никому. И дорабатывать литье, которое сделано с браком, приходится опять же нам. Это опять проблемы. А мы хотим, чтобы у нас был полный комплекс. Поэтому, наконец-то, мы подошли к реализации своей мечты. Замечательно. Александр Александрович, ну, собственно, прошло полгода с последней нашей встречи на нефтегазе выставки в Москве. Какие изменения, тенденции, тренды вы можете отметить на рынке нефтегазовой арматуры? В том числе, вот газовый форум, вот, собственно, от выставки у вас впечатление. Какие от посетителей? Ну, выставка радует, что на выставке присутствуют компании, которые в основном работают по импортозамещению. Очень много оборудования освоено уже компаниями, которое ранее поставлялось как из ближнего, так и дальнего зарубежья. Серьезные есть аппараты, скажем так, оборудование, изделия, которые заменяют достаточно активно. Ну, санкции, они помогают. У нас наш губернатор, Руслана Юрьевна Орлова, она любит выражаться так. Если бы санкций не было, их надо было придумать для того, чтобы сделать толчок нашей промышленности, чтобы заменить импортные поставки. Тем более, ну, это же поступление в бюджет, в первую очередь. Нужно обязательно заменять продукцию, которая хотя бы поставляется на топливно-энергетический рынок, на добычу нефти, газа, переработку, потому что нужно перерабатывать как можно глубже. Соответственно, цена. Это пример и с лесом. То же самое. Не кругляк загнать за границу. А то мы в Финляндию отправляем составы с лесом, а обратно получаем паркетную доску, получаем мебель. И так по всему миру. А вот, например, по нашей области, значит, наведение порядка в, допустим, только деревообрабатывающей отрасли даст дополнительно бюджет области 40 миллиардов рублей, при том, что весь бюджет области 45. Вот представляете себе, какие резервы? Да. Поэтому нужно делать все самим. Тем более мы можем. Ну, есть вещи, которые не надо производить, которые потребляются в маленьком количестве. И есть производители мирового уровня, значит, которые удовлетворяют эти потребности. Ну, это штучные вещи, скажем так, которые применяются как на транспортировке, так и на переработке нефти и газа. Значит, а есть вещи, которые расходники, так называемые. Вот их, конечно, надо производить самим. Ну, пример там у Китая. Ну, Китай же, он уже практически делает почти все. Он просто берет топы и копирует, вносит какие-то изменения и к нему не придерешься. Вот и все. Да, совершенно верно. Это называется «Восточный путь». Как вы вообще одабриваете данный путь вот в нашей отрасли, в нашей сфере? Потому что, уважаемые друзья, я скажу так, сегодня очень много летает вот такое мнение, что мы должны идти по опыту наших восточных друзей, тех самых китайцев, тех самых южнокорейцев, которые подняли машиностроение в свое время. Нет, вы знаете, здесь, наверное, каждое время оно диктует свои правила, во-первых. Во-вторых, правильно поступили в свое время японцы. Ведь они практически шагнули из арбовладельческого строя в развитый капитализм. Причем метод был очень простой. Они скупили все самое современное, ну, не все там, скажем, о технологии и товары, которые они могли у себя производить. Их усовершенствовали, довели, шагнули еще шаг и оторвались практически далеко от производителей всего мира. Поэтому я считаю, что вот этот путь нужен. Не просто тупое копирование, а, естественно, нужно улучшать сразу. Если просто копирование, то очень трудно конкурировать на рынке. Это, ну, практически невозможно. Ну, хорошо, значит, я сделал, просто скопировал. А другой производитель, тот же китаец, он поджался где-то, значит, и ты на какое-то время выпадаешь из рынка. А когда выпадаешь из рынка, то неизвестны последствия для производства. Это же, скажем так, риск очень серьезный. Невозможно окупить вложение. Поэтому надо изделия, надо улучшать. Александр Александрович, означает ли это, что вот на вашем предприятии, вот на самом деле, мы немножко отдалися от темы криогеники, вот мы видим действительно принципиально новые конструкции, новые разработки. Как сегодня проходит на вашем предприятии данный процесс? Ну, это больше для конечного потребителя, для заказчика, чтобы он знал, это российская, это полностью российская разработка. Это изделия полностью российские. Да, они заменяют аналоги, которые производятся за рубежом. Вот, допустим, на минусовые температуры. У нас, к сожалению, сегодня нет литья для массового производства таких изделий для криогеники. Литейные заводы российские, они с неохотой очень берутся. Почему? Потому что номенклатура очень большая, а партия, партийность очень маленькая. Поэтому для того, чтобы это производить, я считаю, это должно быть у производителя этой арматуры. И, значит, чтобы в непосредственной близости, потому что отрабатывать технологию можно только, если это рядом все. Ну, представьте себе, купить заготовку, допустим, в Китае, ее обработать, где-то брак, а она страшно дорогая, ее вернуть обратно туда, либо поменять. Значит, такие вещи достаточно сложно ремонтируются. Поэтому, ну, это неоправданно, я считаю. Значит, должно быть здесь под боком, скажем вот так. Российское. Ну, можно сказать, помните ваш лозунг «Российское значит лучшее». Конечно. Мы сейчас этого лозунга придерживаемся. И если мы не будем именно придерживаться этой идеологии, то у предприятия нет будущего. Александр Александрович, ну, знаете, вот если сравнивать все-таки нашу отрасль арматуры строения, за что вот я ее люблю, нет таких терминов, как программированная деформация. Ну, вы знаете, о чем речь идет. Вот ваши отношения к таким вещам? Вообще, вот если в арматуры строения они есть, был ли у вас опыт с такими вот, может быть, даже уникальными разработками? Вы знаете, я могу сказать одно. В этом секторе суррогаты не пройдут. Мы не буду называть компанию, просто мне ее жаль. Мы делали испытательное оборудование, и, значит, произошла авария. Слава Богу, все это обошлось. Вот. И мы потом узнали, что эти ребята сэкономили и взяли огромную кованую заготовку в Китае. Понимаете, вот. Это не антиреклама. Просто, ну, действительно, надо всегда думать. Потому что продукция, которую мы выпускаем, это продукция, которая стоит на поднадзорных объектах. То есть здесь возможны техногенные катастрофы. И относиться к этому нужно, конечно, гораздо же серьезнее, чем к вещам бытовым. Ну, хорошо, вставала стиральная машина, и что? А где-то здесь ты поставил на нефтеперерабатывающий завод, и произошло все. Это же течь бензина, солярки. То есть, ну, это же кошмар. Точно так же, вот, допустим, несовершенные технологии были. Вы же помните, значит, в Мексиканском заливе нефть разлилась. Да. Огромные, да, огромный ущерб экологический. Поэтому это гораздо более серьезные вещи. И к этому нужно относиться очень серьезно. Здесь все считать надо. Почему на сегодня? Для того, чтобы выпускать качественную продукцию, мы вот имеем на предприятии три рентген-установки, значит, которые работают с полной нагрузкой. Мы просвечиваем корпусные детали. Ну, УЗК, акустикоэмиссионный метод контроля. Ну, я не знаю, да. Магниторезонансный, да. То есть, все, весь неразрушающий контроль. Но что здесь последствий гораздо больше. Поэтому здесь считаться должно все, скажем так, с многократным запасом прочности. Александр Александрович, спасибо большое за встречу, за указанное время, за, в принципе, презентацию вашей продукции. Но у меня еще один вопрос. Ваша оценка, оценка на ближайшее время рынка СПГ, криогенной арматуры? Потому что вот мы видим, на этой выставке действительно очень много представлено образцов именно в этом направлении. Я так понимаю, это новая, скажем, стратегия «Газпрома» или вот как по-вашему? Ну, сегодня не секрет, наверное, я не открою никаких секретов, если я скажу о том, что сегодня же продолжается санкционная война. Вот в свете последних решений, которые принял президент, я считаю, правильное решение абсолютно. Мне нравится выражение Дмитрия Киселева, который в воскресенье по России один ведет итоговую программу. У него есть хорошие слова. Хватит мемлить, надо называть вещи своими именами. Поэтому наше президент, руководство страны начали называть вещи своими именами. Естественно, это последствия. С одной стороны, они достаточно тяжело отражаются на экономике страны, но с другой стороны, они помогают нам развиваться. Поэтому то, что, значит, вы сказали, рынок СПГ, я убежден, что в конце концов нам всем придется заниматься этой темой. Хотим мы этого или не хотим. Я работаю в советское время руководителем предприятия, значит, ну, помню времена, когда мы производили все, жили до 87-го года за железным занавесом и ничего жили, все оборудование было свое, и IPI не было, значит, были российские стандарты. Нас просто подсадили в свое время на это дело. Значит, и сегодня нам из этого надо как-то выбираться. Выбираться, создавая свое оборудование, свои технологии, значит, свое станкостроение. Сейчас идет достаточно активный процесс. Минпромторг нацелен на это. И, в общем-то, на сегодня выделяются серьезные деньги для, вот, чтобы поднять эту отрасль, да, тяжелое машиностроение. Ну, мы идем в правильном направлении. Понимаете, сегодня вот вектор, он меняется. По данным статистики, есть же достаточно серьезные успехи в смене именно ориентиров, ориентиров, значит, сырьевого сектора, развития сектора сырьевого направления на обработку, переработку, значит, какие-то инновации, наука двигаться начинает. Я думаю, что со временем все встанет на свое место. Но первое, о чем мы должны позаботиться, конечно, это именно оборудование для переработки наших природных ресурсов. Это на сегодня первый резерв, вот, самый близкий, который можно близко взять, взять его рукой, значит, и наполнить казну. Понимаете, не отправлять сырье, а именно заниматься переработкой. Это касается всего. Это касается и нефти, это касается и, значит, дерева, ну, лес, то бишь, ну, есть природные ресурсы, которые не надо ни в коем случае поставлять в сыровом виде. А для этого нужно оборудование. Я очень, грубо говоря, можно сказать, с русского на русский. Александр Александрович, позволю себе поправить. Это просто перестать быть страной третьего мира. Совершенно верно, совершенно верно. Значит, в конце концов на первый план должен выйти лозунг «За державу обидно». Вот это вот должно стать лейтмотивом всего бизнеса нашей великой Родины. Пожалуй, последний вопрос. Ваши пожелания. Пожелания тем, кто сегодня не только эксплуатирует, но и выбирает эту арматуру. Ну, я хотел бы, значит, все-таки призвать в очередной раз всех потребителей очень аккуратно выбирать производителей оборудования. Потому что я ничего не хочу сказать про тот же Китай. Есть там производители хорошие, есть те, которые добросовестно, значит, относятся к своим обязанностям. Но здесь, наверное, это больше претензии к тем, кто закупает там. Вот я в свое время когда-то писал в журнале «Арматуру строения» статью, которая называлась «Имидж ничто, жажда денег все», за которую меня потом очень долго критиковали, псевдоколлеги, скажем так. Значит, вот надо производителям, прежде чем покупать серьезным потребителям, извините, значит, прежде чем покупать какое-то оборудование, приезжать на заводы, которые производят эту продукцию, и убедиться посмотреть, значит, а не писать потом, ваша ли эта продукция, или не ваша ли эта продукция. Потому что я еще раз говорю, продукция, которую мы пускаем, она поднадзорная, она стоит на опасных объектах. И не покупать у неизвестных производителей, так называемых псевдопроизводителей. Да. Поэтому, значит, выбирай и умом, ну, наверное, здесь умом больше выбирать нужно. Сердцем выбирать надо касаться патриотизма. Значит, а вот здесь нужно умом. Анализ и ум включать. Больше ничего. Серьезным делом занимаемся. Спасибо вам большое. Удачи и успехов. Спасибо. Удачи, друзья.